На процессе выяснил, что подсудимый изъявил желание, чтобы судопроизводство осуществлялось на государственном языке, поэтому ему предоставили переводчика. Также сторона защиты отметила, что подсудимый категорически против участия в процессе представителей прессы, особенно телевидения. Язык судопроизводства в ходе досудебного расследования по делу не был вообще избран, хотя имеется заявление Байзенова в деле о принятии языка, дело производства по делу государственного языка основного. Однако данное ходатайство не было разрешено. При этом досудебное расследование завершено на русском языке. Адвокат подсудимого заявил, что ее подзащитный признал свою вину. Он хочет пойти на сделку с прокурором. Это предусматривает упрощенную процедуру судопроизводства. В этом случае наказание не должно превышать половины максимального срока, предусмотренного санкцией в статье Уголовного кодекса. Он тем не менее поступил по гранту в университет. И сейчас, на данный момент, учебное заведение обязуется, если Бог, возможно, чтобы он дальше продолжал свою работу. По своей работе, как учитель математики, школа иудоводна. И инцидент привел в том, что его временно отстранили. Напомним, что учитель опубликовал в интернете пост, которым назвал убийц фигуриста Тена красавчиками и заявил, что ради одного китайца не стоит плакать. Позже Байзенов разместил в социальных сетях видео с извинениями. Роман Копняев, Айбулат Жигепар, Александр Грабарев, ТДК-42.